Hi everyone! С вами Ева Лорман и сегодня я покажу вам осветление волос в технике супер блонд, а также чистку полотна волос. Итак, let's go, друзья! Работаю порошком, 60 грамм порошка и 120 грамм оксида 7,5 процентов. Моя модель очень долго не могла определиться, то ли она хочет отращивать свои волосы, то ли она хочет быть блондинкой и пока она определялась, натуральные волосы отросли так, что простое осветление волос уже здесь не прокатит. Step 1. Разделяю волосы вертикальным пробором Y без применения зажимов. Этим пробором я разделяю волосы на две части, правая и левая. Сразу наношу состав и фиксирую волосы в этом положении, поэтому зажимами при таком окрашивании пользоваться не целесообразно. Состав наносится на отросшую прикорневую часть, хотя можно сказать, что тут не только прикорневая, а более чем прикорневую часть. В общем наношу состав на всю отросшую часть волос. Далее горизонтальным пробором также делю волосы еще на две части, на переднюю и заднюю или затылочную и делаю то же самое. Составом фиксирую волосы, также наношу состав в зеркальном отражении по пробору на всю отросшую часть волос и естественно наношу состав на краевую линию роста волос. Состав наносится обильно, поэтому мы разводим его с этим учетом. Краевая линия роста волос проходит по всей окружности головы и состав наносится по всей окружности головы по краевой линии роста волос. Субтитры делал DimaTorzok Начало работы в такой технике всегда практически одинаковое. Надо волосы разделить на 4 части и начинаем осветление с затылочной зоны с какой-либо из сторон, либо правая, либо левая. Это не принципиально. Отделяем прядь примерно один максимум полтора сантиметра и наношу состав, заходя на осветленные волосы примерно на один сантиметр. Это необходимо делать, потому что если не прокрасить эту зону, то будет полоса, темная полоса, образуется проблемная зона. Вы мне многие задаете вопросы на эту тему, а не отвалятся ли волосы, если мы при осветлении заходим на ранее осветленные волосы. Я могу сказать так, если предыдущее осветление было щадящим, выполнено по правильной технологии, волосы не сгорели, то нанесение состава на эту зону безопасно. Если же в предыдущем осветлении эти волосы были очень сильно повреждены, тогда да, повторное нанесение состава, конечно же, очень плохо отразится на состоянии этих волос. Они могут просто отвалиться в этой зоне. Поэтому, если вы сами красили клиента, это одно, так как вы можете оценить качество волос в этой зоне, потому что вы помните, с чем вы работали и насколько волосы повредились в этой зоне. А вот если клиент пришел к вам от какого-то мастера или он сам себя покрасил, то уже вопрос, можно ли заходить на эту зону. И вопрос этот решается достаточно просто. Вы можете развести небольшое количество состава и нанести его на тест прядь, которую отделяют в затылочной зоне, где-нибудь в глубине волос, нанести состав и посмотреть, как он сработает. Выживет, как говорится, волос или нет? Если все проходит хорошо, то можете наносить состав уже не боясь на всю остальную часть волос. Если же вы видите, что волосы не выдержали и отваливаются, то конечно же такое осветление делать надо супер аккуратно, не заходить на вот эту границу, но полностью избежать вы этого не сможете. В любом случае состав нанести невозможно, чтобы не попасть на эту границу, потому как даже если вы нанесли его до этой границы, во время воздействия состав начинает разбухать, увеличивается в объеме и он начинает ползти дальше, чем вы его нанесли. Проконтролировать этот процесс нереально абсолютно, поэтому при таком осветлении сами готовьтесь к тому, что какая-то часть сильно поврежденных волос все равно может покинуть голову клиента и клиента также предупредите, что ранее осветленные волосы будут повреждены еще больше и могут отвалиться. Поэтому в таких случаях и делается тест прядь, чтобы вы оценили сразу. Я, например, если беру нового клиента, перед осветлением всегда делаю тест прядь, потому что я не уверена, да я и не могу быть уверена, я не знаю по какой технологии были осветлены его волосы, насколько они повреждены. За своих клиентов я могу отвечать, а вот за новых клиентов нет. Я всегда делаю тест прядь и вам всем тоже советую. Это занимает совсем немного времени, зато вы избежите серьезных проблем, если вдруг волосы отвалятся по всей голове, а также гарантирует вам хороший результат, если все проходит замечательно. Вы не будете переживать лишний раз в процессе всей работы, что же происходит с волосами. Вообще, тест прядь это очень хорошая тема, тест прядь делается как при окрашивании волос, если вдруг вы не знаете, что же за цвет в тюбике и как этот цвет поведет себя на волосах вашего клиента. Можно также сделать тест прядь и убедиться в том, что этот цвет действительно то, что нужно. При осветлении тест прядь делается однозначно, а также тест прядь делается при химической завивке волос, который кстати относится любая завивка и био и долговременная укладка, хотя это одно и тоже. А также тест прядь можно сделать и при ботоксе волос, при кератиновом выпрямлении волос, потому что основные проблемы у парикмахеров это неправильная оценка базы, которую визуально оценить абсолютно невозможно. даже не пытайтесь этого сделать. Приведу пример, приходит клиент с вроде бы нормальной базой, никогда не осветлялся с его слов и просит осветление волос, причем сам он достаточно темного цвета, 6-0 например. Обычно все говорят как, ой давайте попробуем, присаживайтесь, но результат я вам не гарантирую. Но присаживайтесь, меня всегда это удивляет. Почему это происходит? Почему парикмахер не знает какой будет результат? Только лишь потому, что он не сделал тест прядь. Если он ее сделает, он сам увидит уже, что будет происходить на всей остальной массе волос. Ведь только по тест пряди мы можем оценить базу клиента. Мы увидим там все, сколько раз клиент красился, чем он красился, сколько раз он менял краску, бренд и так далее. От этого и будет зависеть уже алгоритм осветления, какой выбрать оксид, сколько времени держать с доступом тепла или без доступа тепла, открытое это осветление или закрытое осветление и так далее. Ну и самое главное мы увидим, что волос выдержит это осветление. Это самое главное. Я вообще не представляю, как бы я работала, если бы я не делала тест прядь. Это как пальцем в небо и сидишь переживаешь. Что же получится? Не, нет, я, нет, я так не работаю. Мне всегда нужен уже какой-то точный результат. Гарантия моей работы мне важна, как и важна гарантия для моего клиента. Я никогда не начну работать, пока не буду убеждена в том, что все получится хорошо. Все, заканчиваю нравоучение. Надеюсь, эта информация полезна будет для вас и смотрите, что я делаю. Я нанесла состав полностью на всю отросшую часть волос и начинаю проверять, как проходит осветление. Осветление открытое, без доступа тепла. Я снимаю состав пальцем или расческой с участка и проверяю. Вижу, что прикорневая зона осветлилась отлично, а сантиметра полтора от прикорневой зоны осветление проходит хуже. Это нормальное явление и мы видим прям три зоны. Прикорневая, затем идет проблемная зона, а далее ранее осветленные волосы. Я выдержала 30-40 минут, дальше не выдерживаем, потому что никакой реакции осветления, дальше не идет. Идем мыть голову и подходим к степ 2. Голову помыли и высушили, чтобы увидеть, какая база у нас получилась. Сейчас очень хорошо видна большая разница в цвете. Фон осветления прикорневой зоны 1 сантиметр, такой, какой нам надо. 10-3, просто идеальный, а далее 9-3 это проблема, поэтому эта зона называется проблемной. И с ней мы будем работать далее, будем осветлять ее повторно. Развожу 40 грамм порошка и 80 грамм оксида 4,5 процента. И наношу этот состав на проблемную зону. Это называется чистка полотна, то есть локальное осветление проблемных участков, которые возникают очень часто из-за вот таких несоответствий. Сначала клиент хочет быть одного цвета, потом другого, надеется отрастить свои натуральные волосы, потом говорит, что нет, хочу опять осветление. И все эти качели приводят только лишь к тому, что при осветлении мы увидим грязное полотно, где есть границы от краски к краске или же сильно отросшие свои натуральные волосы, как в данном случае, и граница с ранее осветленными волосами, которую очень сложно убрать, но возможно, то есть это просто добавление работы мастеру. Конечно, можно было и на эту базу нанести краску, но это было бы уже не то. Чистоты полотна мы бы не получили. А эта полоска, она будет все время сопровождать, пока клиент либо ее не сострижет, либо кто-нибудь ее не почистит. Наносим точно по такой же схеме, но только на проблемную зону. Разделили волосы на четыре части и теперь очень аккуратно, локально наносим состав только на проблемную зону, не трогая прикорневую зону и не заходя уже на ранее осветленные волосы, потому что это уже еще одно повторное осветление и оно может быть последним для некоторых волос. В общем, все это делается аккуратно, на сниженном проценте, потому что нам тут нужно небольшое воздействие. 4,5 процента оксид прекрасно справится с вот этим пигментом, который немного надо убрать и выровнять полотно для супер-блонда. Субтитры сделал DimaTorzok по окончании последнего мазка выдерживаем 20-30 минут. Step 3. Помыли голову, высушили, а дальше работаем супер осветлителем. Я работаю сейчас фирмой Estelle, краска 116 номер, 60 грамм краски и 80 грамм шестипроцентного оксида. Оксида беру немножко больше, чем краски. Разделяю волосы теми же проборами на правую и левую сторону, прокрашиваю сначала зону по проборам в зеркальном отражении, вертикальный и горизонтальный пробор, которые делят волосы на 4 части и наношу на первую и вторую часть краску. Правая или левая не имеет никакого значения, можно и справа начинать и слева. Далее краску я наношу полностью на всю длину волос. Отделяю пряди примерно по одному сантиметру и прокрашиваю все волосы. Делать это надо очень быстро, потому что краска сейчас будет проявляться на глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот мы уже нанесли всю краску на волосы и время выдержки с этой краской примерно 15-20 минут. Дольше нет смысла никакого держать, потому что основную работу краска уже сделала. И вот что у нас получилось. Идеальное полотно, чистое, без проблемных зон, супер блонд, осветление. Как видите волосы у нас все на месте. Все замечательно. Потом у нас была фотосессия. Вот так вот мы любим сделать себе прикольную причесочку и все замечательно. На этом все. Надеюсь ролик был для вас полезный. Благодарю вас всех за активное участие в моем канале, за прекрасные комментарии. Продолжайте в том же духе. Bye bye everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok